Аминь. Истворение святителя Анны Златоуста из бесед на книгу Бытия. Правильнику Ною будем и мы подражать. Постараемся исполнить данные нам от Бога заповеди. И не будем невнимательны к сообщенным нам от Бога законам. Но постоянно сохраняя их в памяти, поревнуем об исполнении их. Не станем делать небрежно то, от чего зависит наше спасение. Особенно, когда от нас теперь требуется тем высшая степень добродетели, чем высшее получили мы благо. Потому и Христос сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Осмотримся же и не пропустим этих слов без внимания. Но подумаем, какое наказание угрожает тем, которые не только не стараются превзойти этих книжников и фарисеев, но стоят даже гораздо ниже их, которые не хотят не перестать гневаться на ближнего, не удерживать язык свой от клятв, не воспрещать оку своему гибельное воззрением, тогда как Господь повелевает не только благодушно переносить обиды, но и отдавать больше, чем сколько хотят взять у нас. А мы нередко и обижаем ближнего или мстим ему за обиду. Мы, которым повелевается не только любить любящих нас, и мытарь, говорит Господь, тоже делаю, но и питать доброе расположение к врагам, не платим равной любовью и любящим нас. Поэтому я скорблю и болезную, видя, как редка стала между нами добродетель, и как, напротив, порог со дня на день усиливается, как ни страх гиенны не останавливает нашего стремления к злу, ни любовь в царстве не увлекает нас на путь добродетели, но все мы, так сказать, влечемся, как животные, нисколько не думаем ни о страшном том часе, ни о данных нам от Бога законах. Напротив, соображаясь только с мнениями людей и гоняясь за их похвалами, не хотим и слышать, что говорит Евангелие. Как вы можете веровать, когда принимаете славу от человеков, а славы, которые от единого Бога не ищете? Как домогающийся человеческой славы совсем теряет славу небесную, так, напротив, ищущие последней славы не лишаются и той. И сам Господь еще прежде того сказал, ищите прежде Царствие Божие, и все себе приложится вам. То есть, кто ищет Царствие, затем следует все прочее. Действительно, кто туда воспарил умом своим, тот с пренебрежением смотрит на настоящее благополучие, как будто бы и не было его. Отчи веры, когда видят неизреченные его блага, уже и не примечают благ видимых. Таково-то расстояние между теми и другими благами. Но я не вижу, кто бы невидимое благо предпочитал видимым. Потому скорблю и непрестанно болезную сердцем, что он ни самый опыт не научил нас, ни обетования Божие, ни великие дары не расположили обратиться с любовью к Царствию. Напротив, влачаясь еще долу, мы предпочитаем земное небесному, временное будущему, исчезающее прежде своего появления постоянному, приходящее удовольствие, непристающие радости. Кратковременно это счастье настоящей жизни, блаженству бесконечной вечности. Знаю, что вам неприятно слышать это, но простите. Говорю это, заботясь о вашем спасении. И желаю, чтобы вы лучше здесь потерпели малую неприятность и избавились от вечного наказания, нежели, порадовавшись немного здесь, подвергнулись вечному мучению. Для Господа не нужны многие дни и продолжительное время. Нет, если мы захотим, то в эти недели успеем исправиться от многих грехов. Если Он оказал такое человеколюбие неневитянам за то, что они совершили трехдневное покаяние, тем более не презрит нас, если только мы покажем искреннее раскаяние, и, отстав от греха, вступим на путь добродетели. Так и о них, то есть о неневитянах. Божественное Писание свидетельствует. Увидел Бог, что обратился всякий от пути своего лукавого. Итак, если Он увидит, что и мы обратились к добродетели, и уклонились от греха, и ревнуем о совершении добрых дел, то примет и наше обращение. И освободив нас от бремени и грехов, подаст нам дары свои. Не столько мы сами желаем освобождения от грехов и ищем спасения, сколько Он спешит, и ускоряет даровать нам избавление от грехов и блаженство спасения. Поэтому прошу, возбудим свой ум, и каждый пусть испытает себя. Сделал ли Он что доброго в прошедшее время? Получил ли какую пользу от этих непрерывных наставлений? Устроил ли что к благу ближнего? Исправ ли какие-либо из своих недостатков? Извлек ли из ежедневных наших увещаний какое-либо поощрение к любомудрию? И если совершил какие добрые дела, пусть заботится об их приращении. И никогда пусть не прекращает этой прекрасной заботы. Если же кто видит себя еще во власти греховной привычки и все в тех же грехах, таковой сделай насилие своей душе, потребуй отчета в такой беспечности и не попускай продолжиться далее, но перестав поминоваться греховной привычке, останавливай ее стремление, обуздывай помысл, приводи себе на ум ужасный тот день, размышляя о приобщении этой страшной трапезы, о блеске исходящего отсюда огня и опаляющей силе его, и о том, какая требуется от приступающего душа, чистая от всякой скверной нечистоты, и изгнавшая из себя беззаконные помыслы, чтобы таким образом, приготовив и по возможности очистив себя в течение этих дней, могли мы и быть участниками в этом наслаждении святых тайн и удостоиться тех неизреченных благ, которые Бог обещал любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Том 4, страница 238-240.